Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян, с вами Эдгар. Сегодня хочу показать, какие у нас не проснулись деревья на данный момент после минус 40 зима. Конкретно у нас минус 38 было максимум, но по Башкирии было максимально минус 42 даже. И как я заметил, многие деревья, не только вот у нас, а вообще у знакомых, где-то мы проезжаем, обращаем внимание, у многих деревья замерзли, не проснулись. И такая температура, кстати, это очень-очень редкое явление. За всю мою жизнь, мне 39 лет, я первый раз как бы зафиксировал зиму в минус 38. В основном это было минус 30 максимум, это считалось очень много. В среднем где-то минус 25 держалась температура. Ну где как. Ну короче, минус 30 для Башкирии это максимально. Ну и вот в этом году минус 40, в общем-то. У нас большое количество во дворе деревьев разных. И сейчас покажу, какие деревья у нас пока что не хотят просыпаться. Сегодня 21 мая, 23 год. Живем мы в Башкирии, Уфа, пригород. И давайте пробежимся. Есть некоторые деревья, которые я еще буду ждать до конца мая. Посмотрю вообще, может быть они проснутся еще. Не знаю, посмотрим. Потому что некоторые действительно потихонечку где-то как-то листики запускают. Итак, вот сейчас перед вами в целом давайте, знаете как, проблема яблони, груши, сливы, черешни. Вот это основные. Ну и там персик еще, дерево. Но для него чуть-чуть рановато. Есть деревья, которые уже должны были с листьями хотя бы быть. А есть, которые чуть позже должны проснуться. Мы пока их ждем. И вот прям однозначно сказать, что они там замерзли пока не могу. И плюс еще такая проблема. Весна была в этот раз ранее. Ну чуть ли не на месяц раньше, чем обычно. И многие даже деревья начали уже выпускать листики. Даже некоторые пытались зацвести. Например, те же черешни, которые вот здесь стоят. Они уже начали выпускать листики. Вроде как выжили. Но вот это возвратные заморозки. И листья завяли. Так что вот такая вот очень-очень странная зима. Странная ситуация. И это в целом по всей России такая история. Даже вон у соседа. Я вот со второго этажа дома смотрю. Ну вокруг у кого какие деревья, чего там растут. Тоже такая же история. Целый ряд деревьев. Вот сливы, яблони. Они все зависли. Ничего не происходит. В общем, здесь у нас сейчас находится, например, черешня. Вот. Это черешня ленинградская. Само дерево выглядит отлично. Почки вроде тоже ничего. Вот именно с черешня я жду. Возможно, чуть позже они проснутся. Вот тут две черешни пока молчат. Здесь у нас есть еще две черешни. Но вот эта черешня уже листики выпускала. Но обратные заморозки, опять она что-то, это, листики куда-то исчезли. Ну здесь вот такие вот есть почки. Ну такое ощущение, что она в принципе живая. Так что будем ждать здесь. Вот тут сходу у нас сливы. Это у нас шарафуга. Тоже вот молчит. Пока тишина. Еще одна шарафуга. Тишина. Еще другая слива. Вверх молчит. Низ, как вы можете увидеть, вниз пошел. При этом, так, это у нас выше прививки. Это сама слива. Вот. Снизу дерево пошло. Ну очень такое частое явление, как бы, когда деревья просыпаются, они снизу потихонечку и начинают вверх просыпаться. Но тут слишком много уже низ, уже вот ветки образуются. У меня такое ощущение, что вся верхушка уже замерзла. И при этом, то те деревья, которые я думал, что замерзнут явно, они наоборот не замерзли. Я вообще что-то сейчас не понял, что происходит. Например, абрикос. Вот. Два дерева абрикоса. Они просыпаются чуть позже обычных деревьев. Ну, им пофигу. Они вот просыпаются. Вот. Везде листья до самой макушки вообще. Ни одна веточка не замерзла. И там тоже самое. И вот этот момент я, конечно, чуть-чуть не понял. Абрикос, который должен был вроде как не выдержать такую температуру, выдержал. Потом у нас есть экзотическое дерево уксусник сумахоленироги, который тоже южное растение. Дерево вообще должен был замерзнуть напрочь. Он до самой макушечки. Каждый вообще, как будто ему без разницы, что происходит. Он просто вот, наша пальма отлично перезимовала. При том, что, скажу сразу, мы не закрываем деревья, растения. Вообще у нас системы укрывания нет. Не подкармливаем деревья. Просто у нас вот посадили и поливаем. Все. Никакой химии, никаких опрыскиваний. Вот этим химикатами мы не занимаемся. И вот, естественно, как вот выживают, выживают. Нет, значит нет. По грушам. Вот есть груши, которые выжили. Чуть позже я, наверное, отдельно уже покажу. Которым пофигу вообще тоже. Полностью все отлично. Одновременно покупали несколько груш. Вот. Одна груша была посажена здесь. Она тоже фиговенько себя чувствовала. Я ее пересадил в другое место. Тоже жду, проснется или нет. В принципе, и вот здесь все хорошо. Вот фундук. Верхушка тоже вроде как будто вот почки есть, но они сухие. Видите, вот шелуха. Красный фундук, верхняя часть. А снизу вон какая листва уже пошла. Он начал восстанавливаться. Но вот верх фундука замерз. Фундук этот мы сажали в прошлом году. Фундук, если я не ошибаюсь. В общем, некоторые деревья, которые посажены в прошлом году. Корневая еще не настолько сильная. Дерево пожертвовало верхней частью. И, ну, таким образом, я так понял, выжило. Вот. Есть вот груша, которой вообще все пофиг. Груша лада. Растет себе вообще. Ни одна веточка не замерзла. Вообще плевать она хотела на какие-то там морозы. Так, что у нас еще дальше. Актинидия. Она где-то лиана. Вот маленькие киви. Сами веточки выдерживают, в принципе, любые морозы. Ей без разницы. Она не укрывается тоже до самого-самого верха. Все лианы были открыты. Все отлично перезимовало. Потом листики прям очень мощно выпустило. Цветочки выпустило. Но вот эти обратные вот эти заморозки. Вот за счет этих обратных заморозков листики завяли. Вот эти цветочки тоже засохли. Короче, год такой очень странненький попался. Если ранее вы смотрели наши видео, там, на пару недель назад, то здесь полностью актинидия была в листьях. А сейчас листьев нету. И она вот снова по-новому вот выпускает листья. Короче, очень-очень странный год. Здесь у меня стоят ореховые деревья. Для них еще рановато. Они чуть позже должны. Но тоже посмотрим, насколько как бы выдержали. Сами деревья должны были выдержать. Но снизу уже он потихонечку начинает прорастать. Посмотрим. Это каштановые деревья. Съедобный каштан. Вроде как, как бы выглядит ничего так. Короче, посмотрим. Но тоже пока молчат. Вот, например, есть яблоня, которую прям с самого начала. Золотая китайка. Маленькие яблочки такие очень сладкие. Посадили тоже в прошлом году. В минус 40. Перезимовала. Проснулась вот в эту раннюю весну. Зацвела. И даже этим цветам было пофиг на обратные вот эти все заморозки. Здесь уже, видите, яблоки. Вот. Где-то она еще даже, наверное, цветет. Или все уже отцвела. Вот еще. Вот видите, вот. Она полностью начала цвести. Пришли вот эти обратные заморозки. Многие там завяли. Все такое. А вот этому дереву тоже вообще пофигист. Вообще ноль. Ни один листик не помялся. Ни один цветочек, блин, не сказал. Ну, мне не нравится, что холодно. Везде все. Вон, яблочки завязались. До самой макушки, до самой-самой макушки, даже самой тоненькой веточки не замерзли. Просто, блин, красавица. Золотая китайка, если что. Вот, сортовое дерево. Обалденно. Вот что надо сажать. Так, здесь. Кстати, еще такую штуку вам скажу, чтобы вы знали. Вот, когда мы сюда заехали, 5-6 лет назад, в частный дом, мы еще не очень разбирались там в деревьях. В общем, купили часть деревьев у нас несортовые. Там, просто покупали у каких-то бабушек, непонятно чего сажали. И вот, большая часть вот этого вот непонятно чего замерзает. А то, что мы уже потом покупаем в хороших, качественных садовых центрах, вот, сортовые деревья, на хороших подвоях, в особенности какие-нибудь там заграничные, они все просыпаются. Вот, и вот здесь, например, была посажена, вот она, я уже вытащил это дерево, слива, кабардинка. Она так нам и не дала плодов. Посадили, она первую зиму в минус 30 даже замерзла, потом опять отросла, потом чуть-чуть замерзла, потом опять отросла. И в этом году она вообще в минус 40 вообще полностью замерзла. Вот, полностью, вот, до самого низу. И, в общем, я решил убрать. Это мы здесь столько лет это дерево вот пыжили, чтобы оно поливали, смотрели, да, вот это все. И в итоге вот такая история. Так что, если что-то у вас замерзает, лучше убирайте это дерево, нафиг, и не парьтесь. И покупайте деревья сортовые. Лучше, блин, чуть-чуть переплатить и купить какие-нибудь, ну, в садовых центрах сертифицированные деревья на правильных подвоях и так далее. Иначе получите вот такой вот плотевный результат. И, кстати, я смотрел еще много обзоров по России видео. Тоже смотрю, ну, где по России, кто что говорит. У всех такая же история происходит. И специально сидел, смотрел, вот какие именно деревья замерзают. И вот там есть один человек, у него там, наверное, штук 40 яблонь. И вот все те деревья, которые замерзли, это российская вот эта вот селекция деревьев. Вот он перечисляет, говорит, вот это какая-нибудь, там, не знаю, башкирская красавица или еще чего-нибудь там. И потом это типа замерзло. Потом, говорит, какое-нибудь там заграничное дерево. Вот, пожалуйста, растет яблоки. Это замерзло, это растет. И получается, в основном замерзли как раз-таки наши деревья, которые якобы для нас, наши морозы, приспособлены. В итоге нифига они не приспособлены. Вот убрал. Вот оно, это дерево. Вот уже несколько раз вот так вот вырастало. Я опять, оно опять. Знаете, короче, вот этот подвой, вот корневая система какая тут. Вот досюда какое-то там, на чем-то они выращивают слива. Так мы и не попробовали, короче, эту сливу. Вот. Не знаю, что это за слива даже. Вот здесь дерево. Тут сливы мы пробовали. Очень вкусная слива здесь была в прошлом году. Вот дерево хорошо отросло. Все великолепно. Сливы вот такие здоровые, мощные, вкусные. Но, вот как вы видите, вон листик один. Вон на веточке один листик. Короче, я просто сейчас пока жду. Так вроде внешне дерево выглядит неплохо. Вот листик есть здесь. Идет. Ну, в общем, где-то точечно листики, в общем, есть. Там, где есть листики, возможно, что вот как бы внутри еще все живое. Вон, короче, точечно. Посмотрим. Короче, этот год по ходу дерево просто попытается выжить, восстановиться. И вот снизу у нее тоже пошли. Отсюда попытается дерево восстановиться. Посмотрим, что будет. Видите, вот листик пошел. Вот. Вот. Но очень-очень сильно пострадало. Это все дело. Здесь у меня я грядки сейчас делаю. Клубнику буду делать. Высокие грядки. И вот те деревья, которые пострадали, веточки, я вот сюда сейчас закидываю. Вот, например, ирга. Вообще пофигист. У нас много разных сортов ирги. Ни одна не замерзла. Вообще, ирге глубоко пофигу. На любые морозы, хоть минус сто. Она проснулась рано, зацвела, цвела. Пофигу на все эти возвратные заморозки. Завязала огромное количество ягод. И еще подросла на сантиметров 20-30. Короче, ирга великолепная штука. Кто не знает, что это такое, изучите. Это куст-дерево есть разных сортов. Обычная ирга. Канадская ирга. Кустовая ирга. Там много видов ирги. Что-то типа голубики, но намного вкуснее. Не мерзнет вообще ни одна ирга. У нас не замерзла. Офигенная штука просто. Вишни. Вот, вишни мы купили уже сортовые. Это у нас шоколадная и десертная вишни. Проснулись. Великолепно себя чувствуют. Растут. Пофигу. А вот здесь мы купили черешню. Тоже. Я так понял, это что-то получается у нас типа дички. Непонятная, короче, черешня. Тоже взяли там у бабушки. Все классненько. В итоге она вырастает, замерзает. Вырастает, замерзает. Короче, если честно, задолбало уже это все. Вот у нас, видите, он. Растет, замерзает, отрезаем. Растет, замерзает, отрезаем. Потом она вот опять растет. Вот. И в этом году, по идее, вот на этом дереве, это уже прошлого года вот эти все, тут должны были уже черешни быть. Вот они, видите? Вот почки для черешин. Вот одно возьмем. Видите, вот. Все, гниль. Вот уже место вот черное, вот уже сгнили даже вот. Короче, все, кобзец. Вся верхушка уже все. Я не думаю, что она вообще тут что-то проснется. Вот это дерево, давайте посмотрим здесь. Вот тоже должны были быть черешни. Но если мы достанем, здесь все уже, вон, сгнило. Но она опять снизу выпускает черешню. Короче, этот процесс какой-то бесконечный. Вот, опять выпускает. И я вот думаю, ну и нафига мне это надо, блин, столько лет. Столько лет, блин. Четыре, пять. Лет пять уже вот эта вот история. Растет, вот это. Короче, покупайте обязательно хорошие сортовые деревья. Не надо брать вот это где-то на трассах у каких-то людей, которые говорят, это наши, они к нам приспособлены, подвой какой-то суперский. В общем, люди просто здесь экспериментируют, найдут какой-то подвой в интернете, начитаются, сами чего-то там химичат. И в итоге, вот, первые же какие-то холода серьезные, и все, этим деревьям хана. А сортовые именно деревья, которые в садовых центрах сертифицированы, там уже работают прям серьезно, как бы вот эти селекционеры всякие там, они прям подбирают, какой подвой, что к чему подходит, годами исследования проводят. И хотя бы, хотя бы более-менее что-то будет. Так что, вон, минус одно дерево, слива, черешня, черешня минус. Шелковицы. Шелковицы все проснулись. Вот они сами по себе поздно просыпаются, но листики у них пошли, у всех до самых кончиков. Шелковицы пофигу на морозы. Но вот обратные вот эти заморозки, чуть-чуть листики подвяли, так сказать, вот, и упали. Сами деревья живые, все отлично, но вот листиков, к сожалению, на данный момент нету. Но они, я думаю, что сейчас опять восстановятся. Тут у меня шелковица, шелковица. Вот здесь вот, смотрите, видите, вот листья вот пошли, вот они. Листья прям зеленые-зеленые. Но вот этот обратный заморозки опять. Ну, вот, можете посмотреть, шелковица снова выпускает листья повторно, вот, везде. Так что, в принципе, ей без разницы. Тут у меня весь ряд шелковицы. Вот они. Так что, сажайте шелковицу, она растет в башкирии отлично, как бы дает хороший рост, не замерзает, и дает великолепно вкусные ягоды. Они успевают вырасти, и даже еще второй раз успеют. Здесь у нас груша. Вот с грушами сейчас там еще тоже покажу. Груша тоже в таком каком-то сонном состоянии на данный момент. Здесь в прошлом году уже были груши, висели. Вот, это груша чижовская. Но пока не знаю даже. Мы тут чуть-чуть отрезали веточки, проверяли, смотрели структуру. Некоторые веточки, они как бы живые вроде как. Вот, тоже вот с этим деревом пока ждем, что с ним будет. Пока тоже молчит. Ну, оно было великолепно, дерево. Здесь груша ноябрьская. Тоже буду убирать. Это дерево с самого начала тоже взяли вот тут бабушки. Тоже наше там какое-то. Ля-ля, траля, блин, тополя. Лучше бы я тополь посадил. И оно тоже растет, замерзает, растет, замерзает, растет. Блин, бесконечная вот эта история. Вот, и опять, смотрите. В этом году, естественно, в минус 40-то не замерзнуть. Замерзла. Вот, в 19-м году мы посадили ноябрьская груша. Вот, и она опять растет. Вот. И она опять вот так вот вырастет за сезон. Потом зимой замерзнет. Мы режем она опять. Так что, вот вам. Она роста дает за счет вот этой подвое. Какого-то там нашего российского. А сама-то груша нифига не выдерживает. Так что не надо покупать вот такие вот деревья. Тоже вот буду убирать отсюда. Так, здесь у нас орехи. Он чуть позже. Ждем. Тут вот есть яблони. Например, так. Вот некоторые яблони. Вот нормально. Например. Это яблоня Спартак. Потом еще какая-то яблоня. Тоже листики пошли. Но обратный заморозок. Вот это яблоня походу замерзла. Уже все. Уже все. Уже все. Карандец яблони. Персики. Персики. То ли рано, то ли замерзли. Пока тоже молчат, короче. Ореховые деревья им пофигу. Вот они. Вот они. Они все просыпаются. Ну, у них орехи чуть позже просыпаются. Вот это сердцевидное орех проснулся. Некоторые листики от обратных заморозков чуть-чуть замерзли. Но дерево опять вон понеслось. Вот. Новый. Вот. Как бы ореху в принципе без разницы. Вот. Жалко здесь тоже. Тоже бабушкинские деревья. Ну, блин. Столько лет растили. Вон уже до дома выросли. Вон там слива в прошлом году уже пробовали. И, кстати, заметьте такую штуку. Ну, вот эти деревья, которые мы покупаем у бабушек. Вот эти. Я уже буду их, наверное, дичками называть. Фиг знает. Они плодоносят. Ну, как бы их надо ждать очень долго. Вот, например, яблоня. Она уже тут разрослась большущая. Ни одного яблочка не дала за все эти годы. Уже ствол мощный. По идее, должно было усыпано ягодами быть. Вот этими яблоками. Нифига. Дерево росло, росло, росло. Короче, огромное такое. И, походу, замерзло прям под корень. Вот. Здоровенная, мощная яблоня. Да, с здоровыми вот этими. Ствол уже. Ну, по идее, что замерзать-то? Тут признаков, что проснется яблоня, ноль. Даже вот внизу нету ничего. Все, просто ноль. Я думаю, что все. Вот вам покупать. Вот они, видите, сгоревшие полностью. Как будто их сожгли, эти деревья. Вот так вот покупать непонятные деревья. Много лет растет. Ни одного яблока разрастается. И как только серьезный мороз, замерзает под корень. А вон там у нас посажены сортовые яблони. Которые проснулись. Им пофигу на вот это все дело. И сейчас будут расти. Вот. Так что, может быть, с одной стороны, и хорошо, что они замерзли. Потому что толку уже столько лет ни одного яблока. Уберу нафиг. И сюда сортовые поеду, куплю, посажу. Короче, то, что у нас замерзает, это все наш первый. Первый эксперимент, когда мы не знали, что мы сажали. Несортовые. Вот. Слива тоже алыча. Вот. Одна слива была. Вкусная слива. Но. Вон. До верху доросла. И по ходу дела. До свидания. Здоровенная слива. Столько времени росла. Блин, блински. Так обломно. Мы вчера вот отрезали веточку. Я посмотрел. Все. Видите. Вот. Зеленого цвета нет. Здесь уже его начинает гнить. Ну, все, короче. Как говорится, капут. Вон внизу, допустим, те сливы, которые еще более-менее что-то снизу там как-то выжили. Они начинают хотя бы отсюда выдавать какие-то веточки. Пытаются вот обратно рост, вот снова расти. А тут нет нифига. И стволище, блин. Обалдеть. Вот. Если послушать, это дерево хрустит. Вот. Хрустеть не должно. Если дерево живое, оно там такой хрустящий звук не дает. Он как бы более грубый звук. А это, походу, все. Вот бабушкинское дерево. Вот бабушкинское дерево. Наше. С нашими разработками, которое должно выдержать. Наши морозы. Вот все, что вот наша. Всему хана, блин. Еще вот одна слива тоже наша. Груша тоже наша. Вот слива наша. Вот здесь офигенные сливы. Алыча называется. Но здесь хотя бы, хотя бы, да, в каких-то местах, вот, где-то, вон, точечно наверху, есть надежда. И вот, наверное, эта песня и получилась. Надежда, мой компас земной. Вот здесь у нас всегда, во всем, всегда надежда. Надежда, не точные гарантии, какие-то явные разработки, с годами какие-то выведенные. Просто надежда. А может быть вырастет, а может быть и нет. Вот так. Вам продают дерево и диск, где написано. Вот вам музычка. Надежда. Это ваш компас земной. Ждите, блин. Так что, одна слива вроде как, вроде как, жива. Вот груша другая. Листики пошли. Я ее чуть-чуть пересадил в другое место. Посмотрим, выживет, не выживет. Вот еще одна груша. Называется Башкирская красавица. Тоже маханула до верху. Тоже купили у этой же бабушки. Тоже наша. Сидела. Растет быстро. Дерево здоровенное. Ни одной груши я еще не получил с нее. Не попробовали. Она только растет. Вот такие вот все типа наши деревья. Они все растут великолепно. Нифига плодов не дают. Надо ждать тысячу лет. И замерзает при первом же случае. Вот тебе и наши деревья. Короче, вот точечно тоже. Вот там есть листики. Там есть. Вот здесь есть. Вот листики-то есть, смотрите. Но они, смотрите, при том, что жара. Это не по обратному заморозку. Они вот только недавно выпустились. Но листья, смотрите, подвяли. Здесь листья, смотрите, вон завяли. У меня такое ощущение, что вот само дерево где-то здесь вот замерзло. Вот оно, какая-то странная кора. Вот чернеет, какая-то черная фигня. Вот непонятно. И оно-то там может быть и живое. Вот тот отрывок. Вот видно, что вот здесь более-менее какое-то живое дерево. А здесь уже, вот посмотрите, вот здесь все. Здесь уже хана. Здесь замерзшая. Вот здесь он уже, смотрите, чернеет кора и лопается. Вот эта вот ветка, вот она. Вот там даже листиков нет. Вот это, мол, карандец. Это тоже. Наверху листики вон есть. А здесь дерево уже начинает лопаться. И получается, там-то листья появились. А внизу дерево. Ему плохо здесь. И питание, походу, туда не поступает уже. И листики вон завяли. Вот тут тоже листики завяли. Вот это одна центральная. Наверху листья вроде держатся более-менее бодро. А там более-менее бодро. Это завяли. Вон там бодро. Тут единственная надежда у меня получается. Но по пути тоже очень много потресканных мест. Замерзших таких. Может быть. Я подожду прям до самого лета. Все, что останется, оставлю. Остальные подрежу. Ну и посмотрим, что из этого получится. Но тоже как бы груш я здесь не пробовал еще. Рост-то идет, а ни черта нету. Вот этот весь ряд посаженные. Это вот эти наши обалденные. Выдерживают морозы российские деревья. Всем крандец. Наши, наши замерзли. Там наши замерзли. Все, наши замерзли. Отличненько, короче. Вот не наши. Американские сорта, блин. Покер. Растут. Вот. Североамериканский орех. Плевать он хотел на морозы. Вот. Без разницы ему. Ирга. Пофигист. Ирга канадская. Пофигист. Это все сортовые. Сортовая Ирга. Пофигу. Ну, тут есть декоративная яблоня. Вот она не замерзла. Кстати, как сакура называется. Красное такое дерево. Офигенно. Липа. Тоже пофигу. А вот, смотрите, уже идут сортовые деревья. Вот. Название сейчас не помню. Можете посмотреть у нас на канале. Вот. Сортовое дерево. Купленное в официальном садовом центре. Вот. Листья выпустила. Обратные заморозки выдержала. Зиму перезимовала. Ни одна веточка не пострадала. Вот. Отлично себя чувствует. Вот. Может, будут яблочки. Вот. Тоже яблоня. Проснулась. Зацвела. Отцвела. Может, мы даже уже яблоки увидим. Яблоня. Кандиль. Орловский. Малус. Доместико. Тоже сортовое дерево. Они, видите, тут еще вон везде выпускают. Вот. Дерево проснулось. Отлично. Куплено в садовом центре. Недешевое дерево. Но зато вот они гарантированно просыпаются. И посадили только в прошлом году. А уже в этом году, смотрите, уже яблоки. Уже. А там у меня, блин, дерево уже пять лет растет. Ноль яблок. Здесь тоже вот дерево просыпается. Так. Сейчас попробую. Вот. Тут есть разные сорта. Типа поздние, ранние и все такое. Вот они, видите. Вот. До самой макушки. Вот. Яблоня полностью просыпается. Вот. Яблоня брянская золотистая. Малус доместика. Вот. Тоже сортовое дерево. Потом. Ну, тут видно, да, сразу. Что явно яблоня проснулась. Вот. А порт кровавого красный. Вот. Вот такая вот. Яблоня. Тоже пофигу. Вот это дерево. Тоже только просыпается. Яблоня имрус. Листики. Листики. Тут в некоторых моментах видно, что чуть-чуть дерево вот. Маленечко тут есть. Некоторые, так как это говорится, ожоги. Но вот дерево просыпается. Они чуть позже просыпаются, чем вот обычные яблони. Потому что мы покупали там типа поздние сорта. Какие-то сорта. В общем, там Оля выбирала всякие разные. Ну, дерево проснулось. Вот смотрите. Все, что мы купили сортовое. Вот. Все сортовые деревья. Вот они. Все яблони. Это вот мы купили уже, когда понимали, что мы покупаем. Начали разбираться в этом. Сортовое, 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 сортовое яблони. Все проснулись. И им без разницы на вот эти вот заморозки. И вот это в минус сорок температура. Вообще легко. Все несортовые там деревья. Всем кабзец. Так что, я думаю, теперь будет понятно, да? Вот от чего мы не ожидали, что оно вообще будет нам. И знаете, там, где нам говорят, что не перезимует, надо укрывать, что-то бегать за этим. Оно перезимовывает. Тот же уксусник нам сказали, не выживет у нас на свой страх и риск. Рододендроны сказали, на ваш страх и риск. Как вам? Наши рододендроны, смотрите. А кто это у нас тут растет? Пофигу. В минус 140. И, кстати, видео смотрел, люди говорят, ой, что-то у нас нету пчел. Слышите? Не убирайте, вот, одуванчики. И будут у вас пчелы во дворе. Чтобы потом не бегать вручную, не опылять. Так, что там у нас? Вот, вишня Владимирская. Проснулась. Вот Владимирская, вон, смотрите, вообще пофигу. Проснулась и отлично себя чувствует. Так, ну, тут, в принципе, вроде как все. Все остальное у нас отлично все перезимовало. То, что не перезимовало, уже не буду показывать. Так, а, это у нас дуб. Дуб чуть позже просыпается. Красный дуб. Вот, тоже нормально все, он перезимовал. Начинает вот просыпаться. Красный дуб, если кто не знает. Вот от абрикоса я не ожидал, что абрикос проснется. А он взял и, короче, и проснулся вон. Везде красные, вон, почки, вон, видно. До самых макушек. Вот так вот. Наши. Вот тебе и наши, блин. Вот что хорошо выживает, явно выживет. Черевишня. И у мамы я смотрел черевишня. Ну, вообще, у кого есть черевишня, отлично. Вишня, в принципе, пофигу. Вот. Черешня сложновато. Вот. Черешня позже просыпается. Вишня раньше. Вот. Золотая серединка черевишня. Вот. Ну, тут черешни вот стоят. Раз, два, три, четыре. На некоторых, как я вначале сказал, листики начали появляться. Но вот обратные заморозки. Теперь жду, что будет. Вот, как бы, деревья должны быть, как бы, живые. Вот. С ними мы еще подождем. Вот. Но они сортовые. Вот, кстати, эти деревья сортовые. И отлично. Этот, в прошлом году росли. Но погода, конечно, нестандартная такая. Попалась. Вот, блин. За всю мою жизнь вот сейчас должно было это произойти. Когда мы только формируем наш сад. Вот это. Вот это поворот, конечно. Обломали чуть-чуть. Но лучше, конечно, сейчас, чтобы это произошло. Чтобы мы заменили какие-то деревья. Чем потом они будут большие. И будет уже сложно их заменять. И уже обломаешься. Тут пока мы не пробовали на многих деревьях плоды. И, ну, как бы, и ладно. Вот. Денег, конечно, это все стоит. Но. Но, но. Что есть, то есть. Вот сортовая груша. Вот мы купили. Называется груша скороспелка из Мичуринска. Раннелетний, желто-зеленый, с розовым румянцем. Вот. Это садовый центр. Сортовая груша. С правильными вот этими подвоями и все такое. Вот смотрите. Она полностью до всей вот макушечки. Вот. И снизу еще вон сколько. Вот она вся. Отлично вот пошла. Не замерзла. Вот сортовая груша. Тут прям на сквозняке стояла всю зиму, блин. Мы ее не укрывали, нифига. Смотрите. Пофигу. И они уже, прикиньте, вот такие маленькие, да, ну, начинают уже цвести и груши давать. Вот груша памяти Яковлева. Раннее осеннее желтый. Вот. С7, что-то 5. Вот такие вот сортовые, которые деревья. Это прям, знаете, вот кто-то с ними работает. Вот какие-то С7, 5. Там какие-то вот подвои специальные. Что-то с чем-то как-то. Вот в чем как бы разница, когда говорят, ой, да идите вон у бабулечки купите, там недорого, там. Что в эти садовые центры, там наши, там вот это. Ну вот у вас и вымерзнет все ваши вот эти вот бабулечкиные деревья, блин. Бабулечка что делают, там, ну, много лет что-то там выращивала, берут вот этот вот подвой какой-нибудь стандартный. Я не знаю там, но правильно должно быть сочетание, например, груши можно на какие-то определенные деревья. Но у нас, откуда эта бабулечка найдет какие-то специально подходящие. Они берут какие-нибудь стандарты. Я даже не знаю, на что там они сажают. Насколько я помню, на боярышники вроде там, вроде на боярышники или еще на что-то. То, что у нас хорошо здесь корневая развивается. И все подряд на вот эти подвои фигарят. Может быть, они не подходят для этого. Они просто хреначат все, вот все, что есть. И потом говорят, о, вот классное дерево, блин. Это же надо правильно вот это сочетать. Что с чем и так далее. Проверить, это так работает, не работает. Вот. Производство, вот оптовая продажа, качественно посадочного материала. Вот. Семена.сад.ру Но мы покупали, здесь у нас в Уфе привозили, в садовый центр. Но, видите, вот тут написано, откуда это. Это Россия, агрофирма, поиск. Вот. Какой-то там шоссе. Вот онлайн-магазин. Можно зайти, кстати. Вот, если кому интересно, можете посмотреть. Семена.сад.ру Вот дерево, пожалуйста. Груша памяти Яковлева. Вообще пофигу. Еще вон рост какой. О. И там груши, блин. Наши типа какие-то. Ну, наши имеется в виду. Я не про сорт, это тоже наш сорт. Я сейчас, может быть, неправильно чуть-чуть выражаюсь. Я имею в виду не именно сорта, а вот есть, которые, типа, люди вот привозят, садовики какие-то, сами выращивают. И говорят, что вот, наши вот недорого, за 300 рублей. А если в садовый центр ехать хороший, то там они там тысячи, полторы, две, три, четыре, пять тысяч дерева стоят, например. И такой, блин, так вон у них это на трассе где-нибудь за 300-500 рублей можно купить. Чего переплачивать-то? Вот разница в чем. А сами сорта, может быть, и одинаковые будут. Вот, например, этот же сорт возьмет какая-нибудь, эта же бабушка, посадит на, непонятно, как это все прирастит. И оно потом не выдерживает система, вот это в целом. Или где понимают люди, вот там всякие агрономы, селекционеры работают, знают вот эти какие-то подвои, чего, как, зачем. Видите, там выведено C7, C8, C10, что-то. Это они эксперименты, походу, проводят, смотрят. И потом уже у них вот это обозначение идет. Вот это бабушка же не будет такие эксперименты проводить. Она взяла хренок, стяп-ляп, сопли туда же, на, сыночек, будет расти, все будет хорошо. Вот, надежда. Поэтому вот, пожалуйста, растет. Вот это в одном месте мы брали, в одном садовом центре. Вот это. Вот это. Вот груши, да. Вот можно посмотреть, видите. Вот. Тоже C75, вот, какие-то нумерации, вот они, что-то сами, партия такая-то. Вот. Вот, они все растут. И это дерево тоже лада, тоже из этого же места, только этикетка у нас куда-то делась. Это уже мы так подписали сами. Вот, такая же этикетка из того же садового, ну вот, оттуда же, вот, до самой макушечки, вот. Все отлично, идет в рост. Видите? Вот в чем разница. Потом посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот, оторвал у сливы внизу, где идет вот этот подвой, не сама слива. Она что, привита. Вот, растет. На чем растет, если честно, что-то не знаю. Вот какие-то деревья вот берут, какие-то дички наши. И вот на них уже приращивают вот эти вот сливы, яблони, груши. И вот здесь постоянно пытается вот это вот то, на чем основа корневая, вот постоянно пытается прорасти. На сортовых деревьях так не происходит. Там нету такого, что я там постоянно пытаюсь что-то сделать. А здесь вот снизу, вот оно. Вот. Вот постоянно вот снизу. Вот снизу, он все идет, идет, идет. Вот заколебался уже каждый год вот эта история. Всю силу, короче, сюда вот отдает. Там что-то растет какая-то дичка вот эта. И она на себя хочет забрать. И получается, когда морозы, она спасает себя, а верхнюю часть оставляет... Ну, короче, предатель. Я так понял. Потому что несостыковка идет. Они вроде подходят как-то, но в тяжелой ситуации, вот эти вот, на что они, по двое, они просто говорят, ну типа, ну и фиг бы с тобой с верхом. Я спасаю себя корневую. Вот так. И потом сама из корневой выпускает вот сама себя. И получается, верхняя часть остается без поддержки. Вот. Прям как какие-то воины, блин. И вот в чем прикол, понимаете? А если правильно подбирают они как раз-таки вот эти вот подвое, на что дерево делается, то получается, что корневая не отвергает верх, а помогает выжить. А вот с беспонтовыми такими деревьями оно не помогает.